Здравствуйте! Это программа «Город С» и Елена Черневская. В летние каникулы многие школьники хотят пойти работать. В 14 лет подросток получает паспорт и нередко хочет почувствовать себя по-настоящему взрослым, заработать свои деньги и получить новый социальный опыт. В то же время, ребята и их родители должны знать трудовые права подростков, на какую работу летом могут рассчитывать самарские дети, с какого возраста разрешено официальное трудоустройство и сколько можно заработать самые теплые месяцы в году. Поговорим сегодня на эти темы с моей гостью в студии Ольгой Юрьевной Петрухиной, директор Молодежного центра «Самарский». Здравствуйте! Добрый день! Ну что же, традиционно весной мы встречаемся с вами в этой студии. Чтобы, как говорится, самарские дети не упустили момент трудоустройства. Ну, а давайте начнем наш разговор все-таки, посвятим его в первую очередь для тех, кто о вас ровным счетом ничего не значит. Что такое Молодежный центр «Самарский»? Молодежный центр «Самарский» занимается профориентацией, содействием занятости и трудоустройства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Конечно же, если говорить о сегодняшней теме нашего эфира, то мы начинаем активную подготовку к летнему трудоустройству и предлагаем подросткам в возрасте от 14 до 17 лет включительно, проживающим на территории городского округа «Самара», имеющим регистрацию постоянную или временную, поработать в летний каникулярный период, получить первый профессиональный опыт, приучиться к этой трудовой дисциплине, заработать первые денежные средства, ну и, может быть, уже иметь некие представления о том, куда, в какую сферу деятельности в дальнейшем он планирует пойти. Хорошо. Ольга Юрьевна, что нужно знать родителям, если ребенок вот хочет потрудиться и заработать во время летних каникул? Ну, во-первых, родителям надо, конечно же, поддержать. Ребенка однозначно, это очень хорошая идея, и я всегда говорю, что по возможности у нас, согласно Трудового кодекса Российской Федерации, ребенок в наших организациях могут работать с 14 лет, родителей нужно поддержать. Первое – это, конечно же, проговорить ребенком, что ты понимаешь, что это трудовая дисциплина у тебя будет, рабочее время, ты должен к определенному часу приходить на работу, уходить, выполнить какие-то трудовые обязанности и так далее. Ну и второй момент, я считаю, что дать ребенку свободу. Свободу выбора, возможность потренироваться в сборе документов, необходимых для трудоустройства. Также потренироваться в той ситуации, когда необходимо записаться, например, на трудоустройство к нам, необходимо прийти, оформить трудовой договор, выбрать ту организацию, где тебе хочется работать. То есть здесь задача, наверное, родителей просто, мне кажется, сопровождать ребенка вот на всех этих этапах. Почему я так говорю? Потому что это тренировочная ситуация, чтобы не получилось так, когда ребенку исполнится 19 лет, 20 лет, да, он будет там выпускаться со среднепрофессионального учебного заведения, да, или там высшего, и мамы с папами начинают активно искать возможности работы своему чаду. Или хуже того вести за ручку в какое-то предприятие, да? Абсолютно верно. А ребенок говорит, что он не хочет там работать, это ему неинтересно, а это он вообще не понимает, о чем тут, и так далее, и вообще не понимал, для чего он учился, и такое тоже может быть. Поэтому летнее трудоустройство, временное трудоустройство – прекрасная возможность потренироваться, как в тренажере, да, и вообще просто показать ребенку возможность, что можно поработать. Но условия такие-то, можно выбрать предприятие, любое, да, если как бы нет особых предпочтений, можно выбрать организацию, которая находится просто ближайшая к дому, и ребенок, грубо говоря, будет… И такие, поверьте, есть. Да, абсолютно верно. Это ближайшая будет к дому организация, где ребенок сможет спокойно ходить, да, и, то есть, будет, грубо говоря, все равно под присмотром у родителей, это я к тому, что и родители переживают, что далеко ездят. Если есть желание в какую-то определенную организацию, потому что мы сотрудничаем и с промышленными предприятиями города, и с государственными и муниципальными учреждениями, и учреждениями сферы ЖКХ, и общественными организациями, если есть какие-то пожелания, то есть, например, ребенок хочет поработать на промышленном предприятии, опять же, забегая вперед, скажу, что к станку вашего 14-летнего подростка никто не поставит, да, и это, скорее всего, будут вспомогательные какие-то работы, о которых я сейчас попозже расскажу, вот. Но вот вы, скажем так, ребенок растет там в семье, которая тоже работает, родители работают где-то на предприятии, вы хотели бы, чтобы он тоже… Тем более сейчас в год наставничество это особенно актуально. Да, конечно, конечно, и вообще тема трудовых династий у нас хорошо поддерживается и в регионе, и в стране в целом, да, то почему бы нет, но тогда ответственность на вас за то, что ребенок будет ездить куда-то в черте города в эту организацию. Следующий момент по поводу документов, да, потому что важно. Вы знаете, давайте мы сейчас по поводу документов поговорим особо, это вот прям вот отдельный блок нашей программы, но прежде чем, давайте вот на секундочку отвлечемся от нашей темы. Вы знаете, когда мы анонсируем нашу программу, анонсировали программу с вашим участием в соцсетях, одна телезрительница задала такой вопрос, и мне поразило, насколько вообще люди сейчас привыкли вот к сплошной монетизации, спросили, а неужели у нас в городе существует такой центр, который оказывает бесплатно вот помощь в трудоустройстве, вы никакое не агентство, вы никакое, вас можно назвать посредником, да, между подростком и предприятием, но вы оказываете свои услуги совершенно бесплатно. Вот развейте, пожалуйста, этот миф, этот стереотип, который, к сожалению, бытует среди нашего населения, Ольга Юрьевна. Мы муниципальное казенное учреждение, которое оказывает абсолютно все услуги бесплатно, бесплатно, и непосредственно подросток, когда приходит к нам в учреждение, мы заключаем трудовой договор, мы с подростком, выступаем у подростка работы дателем, да, и действительно мы направляем в ту или иную организацию, где созданы непосредственно условия труда для этого подростка. Да, и я даже больше могу сказать, чтобы было представление у родителей, мы работаем в этом направлении, но уже, наверное, с 2006 года, и ежегодно мы трудоустроиваем более трех тысяч человек, даже в период, когда у нас был ковид, то есть мы организовали такие рабочие места, когда и подросток мог выполнять их на дому. То есть к нам можно зайти в соцсети, в нашу группу ВКонтакте, молодежного центра «Самарский», почитать отзывы, вообще процесс трудоустройства. Можно прийти в центр? Можно прийти в центр, проконсультироваться, абсолютно верно, мы все расскажем, тем более, возможно, есть, скажем так, такие подростки, которым требуется особое внимание, то есть это подростки с ограниченными возможностями здоровья, и мы тоже понимаем, что нам надо создать для него особое место, то есть нам надо заранее посмотреть индивидуальную программу реабилитации, его медицинскую справку для того, чтобы мы смогли подобрать такое рабочее место, чтобы этот ребенок по своим медицинским показаниям, противопоказаниям смог там работать. То есть практика такая есть? Однозначно, я наоборот, таких родителей призываю, наоборот, обратиться в центр заранее. Это какая социализация для подростков? Абсолютно верно. У нас очень много работают таких ребят в летний период. Это чаще всего сложный шаг для родителя, пустить такого ребенка, но мы готовы с вами, с родителями заранее это проговорить и показать, где будет работать такой ребенок. Ну а потом, насколько мне известно, у вас в центре работают профессиональные психологи, которые также помогают адаптироваться ребенку в новой для него рабочей обстановке, атмосфере. Абсолютно верно. И, конечно же, мы таких детей тоже направляем в такие же организации, которые имеют опыт работы с такими детьми. То есть я вот не говорю, как пример сейчас. Пожалуйста. Это может быть и какая-то библиотека по месту жительства, где ребенок такой будет выполнять, просто какие-то элементарные действия, да, там что-то склеивать, если может писать, писать там, ну что-то формуляры какие-то оформлять и так далее. Это может быть различные там центры семья. Ну то есть в любом случае это будет такая площадка, где общественные организации, да, которые, например, опять же работают с такими детьми, и этот подросток будет задействован в организации какого-то проекта, да. То есть надо будет смотреть, что подросток имеет. Но практика наша показывает, что если один раз такие дети приходят, да любые дети приходят один раз, то они постоянно все, вот весь подростковый период приходят, переоформляют трудовой договор. Ну слушайте, да, слушая вас, я понимаю, что для вас, в принципе, невозможно, вы мало. Ну да. Ну давайте перейдем к документам. Вот это, пожалуй, основная и важная часть при трудоустройстве подростков. И опять же давайте сделаем акцент, что вот у нас сейчас середина марта, мы с вами встречаемся заранее, и вы сейчас расскажете, что нужно сделать, как подготовиться, чтобы полный пакет документов был готов в срок. Кстати, когда уже можно с пакетом документов приходить к вам? Отлично, сейчас расскажу. Вообще запись у нас уже начинается для трудоустройства на июнь, с 3 апреля. В мае мы уже в открытую, да, приглашаем к нам и оформляем трудовые договора с ребенком, выбираем организацию, и чтобы дети 1 июня уже приступили на работу, к работе, пришли на предприятие. Действительно, о документах надо позаботиться уже сейчас, хотя бы заказать основные документы, чтобы уже к маю месяцу у вас пакет документов был на руках. Родители, многие, забегая вперед, опять жалуются, что достаточно большой список документов. Я всегда позиционирую, что список документов такой же, как и у взрослых людей при трудоустройстве, но таким образом мы наших детей приучаем к финансовой правовой грамотности, чтобы ребенок знал, что с ним будут оформлены соответствующие документы, его не обманут, он получит свою зарплату, условия труда будут соблюдаться на предприятии и так далее. Это даже хороший, опять же, стимул, тренажер для ребенка. Из документов. Медицинская справка форма 086У, да, она так называется для абитуриентов и поступающих на работу впервые. Можно попробовать обратиться к школьному врачу, к школьной медсестре, да, многие проходят медкомиссию, оформляют, либо в плеклинику по месту жительства. И уже сейчас заказать справку об отсутствии судимости через портал госуслуги. Ну, то есть, я прошу прощения сразу, Ольга Юрьевна, к дате 1 июня они будут иметь свою силу, верно? Абсолютно верно. Срок годности только у медицинской справки 6 месяцев. Даже сейчас, начиная ее оформлять, мы прекрасно успеваем на весь летний каникулярный период. То есть, как раз идеальное время. Справка о судимости тоже будет... Действительно. Действительно. Справка об отсутствии судимости изготавливается сроком до 1 месяца. Поэтому надо постараться заказать в ближайшие дни три варианта оформления этих документов. Этого документа. Первое. Через МФЦ, ближайший, который находится к дому, пожалуйста. Это может сделать сам подросток, либо его родитель. Абсолютно верно. Я так думаю, что в МФЦ так и все-таки заявитель подросток. Нужно, чтобы подросток был. Второе. Непосредственно через информационный центр МВД. Это кто живет, может быть, Октябрьский район будет удобно. Полевая. На Полевой 4. И третий вариант, я считаю, самый простой. Это через портал Госуслуги. Может заказать подросток на свое имя. Либо родитель, если он зарегистрирован на Госуслугу. Через личный кабинет. Через личный кабинет на своего ребенка. Способ получения выбирают получить в электронном виде. Она придет, подписана электронной цифровой подписью. Ваша задача просто распечататься. Прекрасно. Прекрасно. Все. Остальные документы, это те же самые документы, как у взрослого. Паспорт, СНИЛ, с номера ННН. ННН можно посмотреть на сайте налог.ру. И подросткам, кому 14-15 лет, заявление от родителей. Бланк у нас на сайте. Согласие на работу родителя. Опять же, бланк распечатывайте, заполняйте. И согласие органов опеки и попечительства. Это кому 14-15 лет. Также для опеки надо будет от нас взять в электронном виде ходатайство. То есть тоже написать на почту, как зовут ребенка, на нашу почту молодежного центра, фамилию, имя, отчество. Мы вышлем вам ходатайство в электронном виде, и вы с ним пойдете в опеку. Все. Карта обязательно должна быть, любого банка, но платежная система, мир. Обращаем ваше внимание, что дети относятся очень трепетно, когда снимают денежные средства за обслуживание карты. Поэтому заранее это ответственность все-таки родителей, наверное, чтобы, когда открывали карту ребенку, чтобы этот момент учли. Либо ребенку сказали о том, что будет там какая-то сумма за обслуживание. Вот хотел еще такой вам вопрос задать. Скажите, пожалуйста, а можно ли принять участие вот в этой программе с пропиской Южного города и Кошлев парк? Если у ребят прописка Волжского района, но ребенок обучается в Самарской школе, и он, скажем так, проживает именно в Самаре, поликлинике Самары, мы возьмем такого ребенка. Но если ребенок проживает фактически на территории Волжского района, во всех муниципальных образованиях Самары, есть такие же программы, как у нас. И ребятам только так же заранее надо обратиться непосредственно в администрацию своего района. То есть Кошлев и Южный Волжский, да, в администрацию Волжского района, да, они обращаются. Либо это может быть дом молодежных организаций и так далее. Хорошо. Давайте поговорим о вакансиях. Тоже тема очень интересная. Каждый год, когда мы с вами встречаемся, все-таки немножечко вакансии меняются. Вот и интересы также. В этом году какая ставка, вот, по вашим прогнозам? Какая ставка? Конечно, традиционно будут достаточно, скажем так, большой запрос на вакансию помощник-специалист у нас, да, если говорить по вакансиям. Но так бывает обычно в июне месяце, честно. Сейчас объясню, почему. Во-первых, начну с того, что мы, так как это подростки, и они не имеют никакого уровня профессиональной подготовки и квалификации, мы можем взять только на легкие виды работы, которые подросток может выполнять. Поэтому мы можем какие вакансии предложить? Помощник-специалист, уборщик территории, помощник-садовник, подсобный рабочий, помощник-библиотекаря и так далее, да. То есть это какие-то легкие виды работ. А, конечно, помощник-специалист, помощник-библиотекарь – это те виды, которые выполняет подросток в помещении, да, он работает с документом, с архивом, снимает копии и так далее. И вакансии, например, помощник-садовник очень сильно, ну, пугают родителей, родители, может быть, родителей, не детей, как правило. Вот. И родители, может, не очень хотят и так далее. Мы всегда говорим, что это такие организации, которые очень интересны детям. Например, помощник-садовник может работать в ботаническом саду, где прекрасные молодые наставники, тоже очень замечательные. Ну, а потом какая красота вокруг чистого воздуха. Это и оранжереи, это и прекрасное вообще местонахождение в летний каникулярный период, да, там и цветы, и очень много зелени и так далее. И очень часто по практике я даже, знаете, наблюдаю такую ситуацию. То есть ребенок, я вижу, подвижный подросток, да, но мама очень хочет, чтобы он работал помощником специалиста. И ребенок, понятно, не сопротивляется ей, хотя мы говорим, что вот сейчас может получиться такая ситуация. Пусть выбор сделает сам, конечно. Вы, да, делайте за него выбор, и он просто на следующее трудоустройство не пойдет. Абсолютно верно. Мы его направим помощником специалиста. Нам, без разницы, это ваш выбор, ваша зона ответственности, да. Но смысл в чем? Что в следующий раз, вот представляете, вот ребенок две недели сидит, подвижный ребенок, две недели он находится вот в таком напряжении, в таком стрессе, да, как в школе. А если еще... Но потом, кто знает, это может спроекцировать вообще на дальнейшую трудовую деятельность. Что работа – это тяжело, да, мощная установка и так далее, да. Ну, видно, он очень подвижный, он спортсмен, ему важно не находить... Да, помощники-специалисты тоже имеют время для перерыва. Но вы понимаете, что это чаще всего монотонная какая-то работа, которую необходимо выполнять. А на улице 27-28, прекрасная погода, да, и ботанический сад. Во-первых, они пришли, их разделили на прекрасные бригады. Они в коллективе своих сверстников, да, они на свежем воздухе, они в кеточках. Вы так говорите, что это действительно не такая проблема, когда родители навязывают в том числе и свою точку зрения. И, ну, можно сказать, вот с ваших слов заставляют, иди, вот, работай туда, тебе там будет лучше, проще и так далее. Но ведь не нужно искать легких путей, да, с одной стороны, и пускай подросток себя реализует, это его возможности, это его работа в конце концов. Поэтому вам еще и дополнительная работа с родителями. Абсолютно верно. И поэтому вот на таких, скажем, эфирах, да, встречах я вот как бы призываю к родителям, да, и прошу все-таки. Мы муниципальные учреждения, бюджетные учреждения, да, мы прекрасная площадка для тренировки вот этого процесса трудоустройства, работы вашего подростка, да. Просто на наши месяцы в следующий раз будет другая коммерческая организация, да, вашему ребенку будет 18-19 лет. И надо, чтобы он уже вот за этот период от 14 до 17 лет, ну, как сказать, предварительно прошел этот этап трудоустройства, скажем так, в безопасной ситуации и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот проводите ли вы работу с самими, я не знаю, сотрудниками предприятий, они ваши партнеры в любом случае, есть ли гарантия, что подростка на первом его месте работы встретит приветливо, будут с ним общаться, не будут его, ну, не знаю, там, тыкать, понукать, обижать, проще сказать, да. Вот есть ли такая вот тонкая ниточка, которая иногда ведь бывает за гранью? Мы всегда проводим очень большую тесную работу непосредственно с предприятиями, и у нас процентов, наверное, 70-80 повторяются из года в год, скажем так, которые сотрудничают. То есть проверенные инжи, да? Конечно. И сейчас нету такого, что какое-то предприятие набирало, скажем так, массово много, нет. Как правило, предприятие берет небольшое количество, 3, 5, 6 человек, в зависимости от объемов работы. И так как предприятие за эту работу ничего никогда не получает, да, то есть это их добровольная социальная ответственность этого предприятия. Предприятие заинтересовано в том, чтобы к ним приходили молодые люди потом, поэтому они открыты. Поэтому у нас многие предприятия встречают первым днем экскурсии по предприятию или в музее, да. Такие предприятия, как завод приборных подшипников, дают талоны на обеды, да. То есть это те люди, которые ждут этих ребят в летний период. Но и мы просим отдачи непосредственно от подростков. Они их ждут как помощников? Никак. Чтобы он пришел и посидел на стульчике в телефоне и говорил о том, что это я не хочу делать, а это я не умею. Нет. Наши предприятия ждут ребят, ждут как помощь на летний период. Они готовы передавать свой опыт, они готовы транслировать этот опыт. И ждут отклика соответственно. Конечно, конечно. То есть пришел работать, извините, пожалуйста. Конечно, конечно. Поэтому я всегда говорю, чтобы это было истинное желание ребенка, да. Вы представляете, какая мотивация, если мама заставила пойти туда, да. Ну как выполнять работу? Ну не хочется, пришел не по своему как бы желанию, да. Поэтому, опять же, все идет из семьи. Предлагаю родителям, прошу родителей отпустить своих детей и просто поддержать вечером после работы, в доброй беседе своего подростка и сказать, или может быть вспомнить какие-то свои случаи с первого трудового опыта, да. Поделиться ими, как ты волновался, как тебе тяжело было, как ты забывал имя отчества ответственного человека, кто тобой занимается. Это важные моменты. Просто я даже уверена, что после такого хорошего профессионального опыта будут еще лучше отношения в семье. Ну а теперь перейдем к самому главному. Сколько может заработать подросток за лето? За лето у нас зарплата начисляется из расчета минимального размера оплаты труда. Он сейчас составляет 16 242 рубля. С него, как у всех работающих граждан, удерживается 13% подоходный налог. Но Центр занятости доплачивает материальную поддержку каждому трудоустроенному 2250 рублей. Так как в среднем подростки работают порядка двух недель в месяц, но можно каждый месяц работать, то есть в июне, в июле, в августе. То есть на руки у них где-то получится, наверное, порядка 6500-7000 рублей в зависимости, сколько рабочих дней в месяц. А ведь трудоустраивается на какой-то определенный период, либо сразу можно устроиться на все три месяца? Вот здесь тонкий момент, а вдруг не пойдет, а вдруг не понравится. И, кстати, если не пошло на первом месте, можно ли трудоустроиться на второе и третье? Ну а почему нет? Подростки, ведь они на той подростке, чтобы искать себя. Абсолютно верный, очень хороший вопрос. Поэтому мы делаем предварительную запись и записываем, назначаем время и сначала оформляем только на июнь. При этом подросток может выбрать первую половину месяца для работы, либо вторую. Потом с 15 июня будет у нас запись на июле, мы пригласим также для оформления трудового договора. И с 14 июля будет запись уже на август. Согласно с вами, и опять больше, наверное, опять к родителям. Мы все хотим, чтобы у нас дети были заняты с 1 июня по 31 августа. Но все-таки давайте забывать о том, не забывать о том, что это период каникул для ваших детей. Только сейчас хочу сказать отдохнуть. Моя рекомендация, чтобы, ну да, два раза поработать, то есть, например, в июне, там, и в июле, там, июнь, и август, там, ну, два раза за лето. Все-таки лето должно быть и для отдыха, для оздоровления, для встречи с друзьями, для проведения времени с родителями, да. То есть старайтесь как бы вот к этому грамотно подойти. Тогда впечатления опять о проведенном лете, о первом трудоустройстве будут у ребенка самые лучшие, самые положительные. Да, ну что же, Ольга Юрьевна, давайте подведем итог нашему с вами разговору. Так вот, на сегодняшний период о чем нужно знать, о чем нужно понимать, если и родители, и подростки, тем более после нашего эфира, я уверена, многие захотят пойти и устроиться на работу на предприятии «Самары». Что нужно сделать, чтобы не упустить, а может быть, свой единственный шанс на трудоустройство в летний период? Сейчас, в данный момент, надо заказать через портал госуслуги, например, да, справку об отсутствии судимости. С 3 апреля позвонить к нам в центр 262-5247, 262-5248, записаться для трудоустройства на июнь, ну, либо, если какие-то есть вопросы или какие-то уточнения по датам, мы всегда открыты к диалогу, только заранее, пожалуйста, обращайтесь для того, чтобы мы могли вас проконсультировать, и уже были четкие определения, чтобы не получилось так, что вы пришли в конце лет, и уже ничего не сделаешь. Ну, а я напоминаю, что сегодня в гостях была Ольга Петрухина, директора молодежного центра «Самарский». Так вот прям можно в поисковике забить молодежный центр «Самарский», трудоустройство подростков, и мимо вы точно не пройдете. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С». Спасибо вам, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!